Еще в июле 2019 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила о том, что Китай и Камбоджа договорились о строительстве военной базы. Однако никаких подробностей издание не приводило, а сами стороны данную информацию опровергали. Накануне издание The Washington Post вновь упомянули договоренности Пекина и Пнампене о строительстве военно-морской базы в Сиамском заливе на юго-западе Камбоджи. Это будет вторая военная база Китая за пределами государства. Формирование подобных военных баз является нормой в системе международных отношений. И два государства, то государство, которое хочет разместить военную базу, и то государство, которое готово предоставить площадь для размещения этой базы, они с точки зрения международного права имеют все законные основания такую операцию совершить. То, что КНР планирует сегодня сделать в Камбодже, это продолжение той линии, стратегической и военно-политической линии, которую реализует Китай, на укрепление своего могущества в различных точках мира. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Чао Ли Цзянь прокомментировал данное сообщение, отметив, что Китай и Камбоджа являются партнерами, и их сотрудничество прозрачно и рационально. Насколько мне известно, Камбоджа уже прокомментировала эти сообщения. Камбоджийская сторона указала, что ее конституция не позволяет строить иностранные военные базы на территории Камбоджи, заявил представитель МИД. Соединенные Штаты Америки игнорируют позицию камбоджийской стороны, строят злонамеренные догадки, очерняют ее, даже угрожают этой стране и оказывают давление на нее. Это классический психологический террор, указал Чао Ли Цзянь. На данный период времени говорить о какой-то серьезной конфронтации, на которую Соединенные Штаты могут пойти в отношении Китайской Народной Республики, я думаю, не следует. Потому что Соединенные Штаты прекрасно понимают тот огромный потенциал, которым обладает Китай. И действительно мы прекрасно понимаем, что в настоящее время не Китайская Народная Республика зависит от Соединенных Штатов, а именно Соединенные Штаты зависят от Китайской Народной Республики, и в первую очередь они зависят финансово и экономически. Между тем, классическая ракета Дунфен-21Д имеет дальность полета около 2700 километров и может с большой точностью поражать авианосные группы – основной боевой порядок движений авианосцев США с высокой точностью. Если база в Камбодже действительно будет построена и оснащена такими ракетами, то зона противокорабельной защиты Китая будет включать в себя весь Сиамский залив. Произойдет ли расширение военного потенциала Китая и как это скажется на мировой стабильности, узнаем в скором времени. Аделина Зинатова, Универньюз.